Приветствую вас! Если измерять любовь в фотографиях, то, наверное, нет. Если измерять любовь в фотографиях, если говорить о том, что любовь может проявляться только в том, насколько один человек в фотографиях был другого. Но мне кажется, что любовь, она несколько больше, чем любое действие. И как-то, исходя из этого, я, наверное, успокоен думать, что фотографироваться и к любви, и к клинике, не имеет никакого отношения. Вот. Второе, о чем хочется вам сказать, то, что вы себя очевидно сравниваете с бывшими. Сравнений никогда не бывает от уверенности в себе. Наоборот, сравнение это как пробовала неуверенность в себе. И вот тут как раз интересно то, что если вы в себе не уверены, то об этом, как мне кажется, об этом. И нужно в первую очередь говорить не о том, что ваш муж делает то или иное, а именно о том, что вы сравниваете себя. Говорите, что меня вот фоткал раньше, теперь не фоткают, а их фоткают, а меня нет. Я всегда из-за этого чувствую. Какой. Да? То есть как раз таки здесь история про то, что вы в себе не уверены. Вот. Понимаете? И в том дело, что это такое, клиника, не клиника, любит он вас или нет. А в том смысле, что у вас есть определенный страх и переживание. Понимаете? В чем штука? Как раз. И вот кажется мне, так кажется, что это напрямую влияет в том числе и на то, что вам сложно в себе доверять. Что вы не доверяете себе. Что вы не полагаетесь не опрягать не себя, а опрягать на мое доверие. Вот, ну, ваша доверие связана в какой-то степени с этим. Если, конечно, вы понимаете, что я имею ввиду. Вот. И именно на это вам нужно обратить свое внимание. Как мне кажется? Вот. Не на... Ну, не на то, на что сейчас вы обращаете внимание, а именно на эти вещи. Это важно. И вот когда вы для себя эти моменты увидите, моменты собственного страха, например, моменты собственной неуверенности, моменты оклятки ориентирования на других людей, моменты сравнивания себя с другими, то есть. Вы сможете увидеть, что причина вас не в муже, а потом, как вы себя чувствуете. И подкорректировав это, подкорректировав это, у вас, наверное, получится в одной... Появится возможность как раз решить, что делать дальше, как действовать, понимать ли... Мужа или нет. Потому что я не думаю, что вы будете спорить с тем, что не моральная дилемма здесь решается. На мой взгляд, решается дилемма совсем другого плана. Ну, я надеюсь только, что вы сами себе в этом отдают. Я же начал надеюсь. Очень надеюсь на этом надеюсь. Мне не хотелось бы, чтобы вы, ну, вот, словно говоря, разрушила нахер. С мужем, ну, можно было бы поговорить, в принципе. И, в принципе, чем дело. Но, хочу вас предупредить, что вы наручили личные границы мужа. Да? Да? Его... Эээ... Личное... Спросанство. Вот. К сожалению. Когда... Ага. Ну, ну... Когда... Залезли в него телефон. Вот. И, на мой взгляд... По моему мнению. Это... Ну, не шаг. К... К... Кому, чтобы... Наладить... Наладить... Наладить ваши отношения. Конечно... Решать вам. Не в таком сомнении. Но, на мой взгляд, это не путь к решению ваших проблем. Вот то, что я могу вам сейчас сказать. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. И самое, наверное, главное, что в основе этого всего лежат проблемы между вами. Или особенности человека, который вообще не относится к вам и к вашей ценности. Что вами бы виделось, если бы вы были немножко более подвластны чувству собственной ценности. Но, поскольку этого вы не чувствуете, достаточно в первую очередь поработать. Другое дело, если вы считаете, что подобное поведение неприемным. Другое дело, если вы считаете, что подобное поведение морально. Это маловероятно, потому что говорите вы про любовь, и про то, что, ну, сравниваете себя с другими, вот. Поэтому это маловероятно, что здесь происходит про мораль. Но, тем не менее, если мы говорим с вами об этом, именно об этом, то в таком случае стоит об этом поговорить. Да? То есть, стоит поговорить и поисследовать. Да, человек вообще вот готов, он там, ну, пересмотреть свои увлечения, вот, свои взгляды и так далее. Если готов, хорошо. А если нет, то вам решать, можете ли вы это принять. Если нет, то уже тогда можно говорить и говорить о помощи вам в основании человека, вот. Ну, необязательно, совершенно необязательно вам оставаться в том числе. То есть, вы думаете, что это действительно происходит, но это было как раз. Я не знаю, что было так. Ну, это было так, но это было так. То есть, вы понимаете, что это происходит. про то, что он спрашивает, любит ли он меня, история про то, что ему доверял, вот, а я это читаю как то, что я приложил ответственность на другого, да, свой комфорт, за, ну, стабильность, да, и, вероятно, видела, что только то, что хотела видеть, но не то, что есть, вот, это выхватывало. Ещё один немаловажный фактор, что, ну, объективно в правительстве действия, ну, ваш муж, ну, ничего такого, прям-таки уж откровенно плохого не сделан, в том смысле, что фотографии, я так понял, не интимного плана, вот, и он, как бы, может быть, у него важна коллекция, в той или иной степени, особенно это бывает у всех, ладно, вот. Поэтому, тут нужны вот обрывности, на мой взгляд, нужны стали, на мой взгляд, вот, ну, вообще, немного странно, что, ну, как мне кажется, вот, говорить о любви, да, в контексте, именно, вот, в контексте фотографирования, мне это кажется немного странно, вот, потому что, ну, более, что это ваш муж, то, есть, запас прочности и доверие, мне кажется, у вас достаточно небольшой раз, вот так, можно сказать, довольно легко, можно, на вас, эээ, ну, под сомнение, одна условная, вызвать сомнение, а, ну, ну, кого любят вас или нет, а это потому, что, ну, у вас важнее любовь, ээ, другого, чем ваша, вероятно, ну, это повторить, корректируется, но, также повторить, эээ, если вы сами этого хотите, то есть, в том смысле, что именно, вот, если у вас, эээ, желание смотреть в эту сторону, если есть, то, эээ, если есть смотреть, эээ, если есть желание смотреть в сторону, эээ, возможных, эээ, своих вероятных, эээ, проблем, да, ну, помочь вам можно, эээ, а если вы хотите найти сторонников или поставить мужики в диагноз, то, боюсь, психологи вам здесь не помогут, что мы занимаемся проблемами тех людей, которые к нам обращаются, а про третьих лиц лиц мы говорить вообще-то не имеем права, профессиональная этика, это совершенно точно нам не попало, но я могу сказать, эээ, вам еще и так, что, даже если бы профессиональная этика, эээ, позволяла бы, эээ, лично я делать бы этого не стал, потому что, мне кажется, говорить о третьих лицах, просто неэтично, вот, и мне кажется, что, нужно уважать других людей, что бы они не делали, вот, более, что здесь нет угрозы жизни и так далее, вот, вы говорите, думаю, что проверить нужно было давно, как в одном виде с личным границем своего мужа, насколько уважительно, уважительно, вот, я думаю, что, эээ, уважение к вашему мужу, а, обратно, пропорционально тому, насколько вы чувствуете себя, всегда неуверенно, чем больше вы чувствуете себя неуверенно, тем меньше уважение к мужу и тем больше, эээ, вероятность того, что вы наручите его личные границы. На этом все, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это поможет вам начать работу над собой.